Славянцев достаточно много на стадионе. Ну и тут бречка еще из-под маски сверкает глазами. Он чисто Бэтмен. Просто обратите внимание, уже два раза мы его видели. Это просто знаешь, какая-то психическая атака, да? Он ведет себя на этот момент. Пятов! И быстрый гол все-таки случился в этой встрече. Защитывает арбитр, защитывает. Причем то, о чем мы говорили, славянцы продавили и запихнули этот мяч. Действительно, пользуясь навесом, пользуясь... Давайте еще раз смотрим. Не мытьем, да катанем, да? Но вот здесь на фланге надо было раньше встречать и не давать так свободно и прицельно навешивать. Здесь проиграна борьба. Пятов делает все, что только может и вроде бы справляется с первым ударом. Вот момент. Тащит тяжелый мяч. А дальше? Дальше, похоже, все по правилам. Игры рукой не было. Положение вне игры, честно говоря, тоже на этих повторах я не замечаю. Судя по всему, гол чистый. Несколько растерялись здесь. То, о чем мы говорили, удается наладить контроль. И удается даже проникнуть в штрафную коноплянку. Серия обманных движений. Он ищет возможность для удара. Бьет хлестко, но попадает в защитника. Ермоленко. Сразу же смещается в центр. Передача аккуратная. Ханданович. Мне показалось, с этой позиции он мог бы и нанести удар поворотом. Тем более, все для него было как бы удобно. Контратака сборной Словении. Но здесь удалось нейтрализовать. Откуда выпадчик и показывает игра. Ооо, со стороны Кампля. И надо наказывать соперника. Мяч уже штрафной Селезнев. Бьет поворотом или простреливает. И выручает свою команду Самир Ханданович. Вообще-то, надо бережнее относиться к таким эпизодам, к таким моментам. И Хандановичей в последних матчах выглядит очень-очень здорово. А Интер в числе лидеров в серии А. Посмотрите еще раз. Несмотря на очень серьезный рост, складывается. Ханданович парирует этот удар. И парирует так, что первыми возле мяча сборной Украины. Как им действовать? Но я думаю, что на весны передачи, да, возможно. Но это будет тяжело. Степаненко до Федецкого. Тот вновь подает, вновь грузит. Подбор остается за Коноплянка. Что дальше? И дальше бьет. Футболист, выступающий с недавних пор в чемпионате Испании. Защищающий цвета Севильи. Со Реалой. И сразу же поползли разговоры и слухи, что уже якобы Реал на него глаз положил. Вот не успел еще и в Севильи поиграть. Да, уже разговоры про Реал пошли. Один из лидеров сборной Украины. Но как у него капитанская поворот. Вот, да, это подача. И опять пошли вперед Словенцы. И, кстати, до мяча-то сумели добраться. Да, возникает вновь острота. После очередного навеса печник выпрыгнул. И нашел возможность для того, чтобы пробить с близкого расстояния. С отклонением. И посмотри, один выпрыгивает, второй выпрыгивает. И почему-то в плане вот сдерживания. Украина сразу же следует подбор. Безяк. Да, вот нельзя, нельзя мяч оставлять бесхозным. После того, как защитники его выносят. И штрафной подбор должен оставаться. Три подряд навеса. Три подряд. Подбор. Опять навес. Подбор. И я думаю, что сейчас будет четвертый, по всей видимости, да? Нет, удар на это просто. Удар, я бы не сказал, что уж прям какой-то чрезвычайно опасный. Но такое впечатление сложилось, что Андрей Пятов просто к этому удару не до конца был готов. Он играет. В последний момент, видимо, сориентировался Пятов. Да, бил печник. Ну и здесь нельзя сказать, что вратарь технично принимал этот мяч. Если бы это была волейбольная площадка, то мы бы, наверное, даже поаплодировали бы Пятову. Ошибки не повторили и сумели организовать контровый опыт. Удар по воротам. Хантанович все-таки дотягивается до мяча. Вновь демонстрирует то, что он нацелен на ворот и то, что он любит и умеет вот так уходить слева в центр. И еще раз смотрим. Отмечаем, конечно же, индивидуальные действия десятки сборной Украины. Но вратарь мяч в сетку собственных ворот не пускает. Опять реакция. Опять кардио Европы. Ставки еще раз повторяю. Очень высокие. Попытка прорваться через центр. Селезнов успел подняться. Федецкий эту атаку поддерживает. И здесь Гармус по мячу не попадает. Вторая попытка. Он подает. Требуют назначить 11-метровый удар украинцы. Игры рукой не было. Показывает арбитр. Пытаются в контрредкости, поскольку подборы оставались за словенцами. Посмотри, посмотри, кто в штрафной. Сейчас был Федецкий. И заканчивается дело ударом, поворотом. Ногой этот мяч парирует Хантанович. И вот действительно, надо еще хотя бы минут 5-7 посмотреть. Но вот сейчас полное впечатление, что быстрее передвигаются по полю футболисты сборной Украины. И они свежее. Они начинают поддавливать соперника. И не хватает Хина. И бьет поворотом. И вновь Хантанович. Но у него сегодня работы больше. Больше. Вот же сколько сейвов. Но я думаю, 4-5. Еще раз смотрим. И посмотри, здесь явно не дорабатывают полузащитники. Защитники, наоборот, пятятся назад к своей штрафной. Все это говорит об усталости. И все это говорит о том, что здесь не дорабатывают игроки. Восприяли духом и болельщики сборной Украины, которые присутствуют на этом матче. Федецкий. Одна попытка ударить. Другая. Ну, здесь буквально, да, стеной встали на защиту своих ворот. Защитники. И принимали эти удары Федецкого. Еще одна подача. Что творят украинцы. Но надо забивать при таком преимуществе, которое сейчас имеет команда Фоменко. Надо постараться, конечно же, забить гол. Чтобы потом локти не кусать. Ну, или хотя бы попасть в створ хотя бы сейчас. Но, правда, тяжеловато, конечно, для исполнения. Ракицкий внешней стороной стопы пробил выше цели. Провисается в игровом плане сборная Словении. Максимально упрощен. Вот момент. Удар по воротам. Спасает свою команду пятов. Да, стиль упрощен. Но капитан, Цесарь, сейчас шел на дубль. Цезарь шел на дубль. Я хотел сказать, что когда стиль максимально упрощен, Ильич все-таки в некоторой степени народное тело, потому что он немножко другой. Футбол исповедует. А так... Так.